Привет! Все вы хорошо знакомы с компанией «АвтоСтронг». А теперь познакомьтесь с нашим мотобрендом «МотоСтронг». Мы сами привозим и выбираем мотоциклы из Европы, отдаём предпочтение байкам с минимальным пробегом, без аварийного прошлого и в отличном состоянии. Все наши мотоциклы готовы к поездкам и любым проверкам. Нужен чёткий мотоцикл? Айда в «МотоСтронг». Ссылочки и контакты в описании. Всем привет! Как вы относитесь к автоматическим трансмиссиям? Верите ли вы в их надёжность? Готовы ли мириться с дорогими ремонтами ради комфорта при езде? Прямо сейчас мы вам расскажем о самых надёжных автоматических трансмиссиях и об их автомобилях-носителях. Вы на канале компании «АвтоСтронг». Не переключайтесь, вас ждёт очень много всего интересного! Сегодня мы будем говорить о шестиступенчатых АКПП классической гидромеханической конструкции. В наш рейтинг мы включили 5 автоматов для поперечной установки и 5 для продольной. Мы считаем, что они все одинаково надёжны, поэтому по местам мы их распределять не будем. Ещё отметим, что гидромеханические АКПП с одинаковым количеством передач конструктивно очень похожи. Тут передаточные пары создают планетарные передачи. Передачи формируются ими при помощи фрикционных тормозов и сцеплений, которые соединяют или останавливают логические элементы планетарных механизмов. Соленоиды срабатывают или, проще говоря, сжимаются при помощи гидравлики, которая поступает к ним из гидроблока. Рабочие элементы гидроблока – это золотниковые клапаны, приводимые соленоидами. Соленоидами управляет блок управления. Он же контролирует работу трансмиссии по датчикам скоростей, температуры и давления. Во всех гидромеханиках есть парковочный механизм с шестерней и собачкой. Гидротрансформатор, который соединяет коленвал двигателя с трансмиссией, блокируется буквально на всех передачах. В некоторых режимах работает с проскальзыванием, блокируется – это значит работает как одно целое, то есть вращается как одно целое, как корзина сцепления. А в корпусе автоматов для поперечной установки есть угловой редуктор с дифференциалом, который купается в трансмиссионной жидкости. В современных автоматах для поперечной установки фильтр АТФ установлен глубоко в корпусе. Чтобы его достать, надо разбирать корпус и вытряхивать все элементы. Ну, а если вы впервые на нашем канале, то советуем найти и посмотреть разборы гидромеханических трансмиссий. Там мы как раз занимаемся тем, что вытряхиваем из них все внутренности. А также не забудьте подписаться на наш канал. Один из самых старых поперечных шестиступенчатых автоматов – это Aisin TF80SC. С 2003 по 2011 год его устанавливали буквально на все автомобили европейских марок – от PS и Ford, до Volvo, Saab и Renault. Aisin TF80SC для машин разных марок невзаимозаменяем. Для Opel у этой трансмиссии свой эксклюзивный гидроблок. Эта трансмиссия уезжает в капремонт по возрасту из-за износа главной трущейся пары муфты блокировки гидротрансформатора. Поэтому меняйте АТФ каждые 60-80 тысяч километров. Кстати, подробнейший обзор этой трансмиссии есть на нашем канале. Представляем вам ещё один Aisin TF60SC. Именно он достался моделям Volkswagen. Собственно, он и был создан по заказу Volkswagen по номенклатуре 09G. Это далеко не копия уже упомянутого агрегата TF80SC. Эта трансмиссия настроена более скорострельно и эффективно. Именно из-за этого с 2003 по 2006 год эти автоматы попадали на ремонт из-за мотивации к более агрессивной езде. При этом могли износиться втулки планетарных передач и сами шестерни, а в грязном от износа муфты блокировки гидротрансформатора масля можно было найти и стальную стружку, в основном жёлтую от бронзовых втулок. С 2006 года трансмиссию 09G перенастроили и улучшили. Она служит долго. Рекомендации по замене АТФ такие же. Каждые 80 тысяч километров. Не можем упомянуть и третью трансмиссию Aisin, которая предназначалась для Toyota и Lexus. Это семейство U760e и более позднее U660. Традиционно Toyota устанавливает надёжные автоматические трансмиссии на свои автомобили. Правда, в первые годы выпуска эта трансмиссия страдала от детских болезней. Затем детские болезни вылечили и она стала надёжной. Способна пройти более 400 тысяч километров. Главное, избавьтесь от её старой загрязнённой АТФ, если средства позволяют заменить АТФ прокачкой, если нет, то частичной заменой. Классные автоматы создают инженеры компании Jatco. Так как Jatco находится под крылом Nissan, поэтому эту надёжнейшую трансмиссию Jatco GF613E можно встретить на Nissan с объёмом двигателя от 2 до 3,5 литров. Этот же агрегат до появления вариаторов устанавливался на Mitsubishi Lancer и Outlander. Код агрегата F6AJ8. Также эту трансмиссию Jatco устанавливали на Renault с двигателями от 2 до 3,5 литров. Называется она у Renault AJ0. Jatco GF613E – хороший автомат с запасом прочности. Он появился в 2006 году, то есть позже, чем Aisin TF80SC. Устроен даже проще и настроен более вальяжнее. Кстати, у нас есть подробнейший обзор этой трансмиссии на нашем канале. Также надёжными мы считаем огромное семейство шестиступенчатых автоматов производства компании Hyundai. Речь идёт о большом семействе A6. Других, в принципе, шестиступок поперечных на Hyundai и Kia замечено не было. АКПП A6 появились на корейских авто в 2009 году. Эти трансмиссии поделены на три серии для всех доступных рабочих объёмов моторов, то есть от 1,6 до 3,8. Кстати, у нас на канале есть подробнейший обзор этой трансмиссии. Агрегаты серии A6 – это хорошие и долговечные трансмиссии. Правда, в первые годы выпуска они страдали от детских болезней, которые устраняли по гарантии. Вероятно, наши зрители что-то захотят услышать о АКПП ZF. Сейчас мы вас порадуем. Если в начале 2000-х годов компания ZF перестала разрабатывать поперечные автоматы, то она преуспела в производстве продольных. Очень радует ресурсам трансмиссия 6HP, а именно 6HP21, 6HP28 и 6HP32. Это массовые АКПП для BMW, Bentley, Maserati, Ford, Jaguar и так далее. То есть буквально любая шестиступенчатая АКПП на не японском автомобиле с продольным расположением двигателя – это АКПП ZF. Отметим, что срок службы этих АКПП напрямую зависит от обслуживания, мощности спаренных вместе с ними моторов, а также от адекватности владельцев. В принципе, каждые 6HP способны пройти 300 тысяч километров. Кстати, фильтр здесь можно менять, он встроен в поддон. Больше подробностей об АКПП ЗТФ вы узнаете из двух наших обзоров, так что обязательно посмотрите. Ещё большую надёжность предоставляют японские трансмиссии, а это именно Aisin TB60SN, она же A760E. Этот монстр был создан для моторов V8, для заднеприводных и полноприводных Toyota и Lexus. Также этот автомат устанавливали на Jeep Liberty, первые Hyundai Genesis, а также на Mazda RX8. Убить этот автомат можно только игнорированием обслуживания, то есть не менять масло, фильтр и перегреть его. Эта часть обзора не обойдётся у нас без специального Aisin, который был сделан для Volkswagen. Volkswagen заказал для своих первых Cayenne, Q7 и Touareg Aisin TR60SN и переименовал его в 09D. Начал использовать с 2003 года, а позже, в 2007-2009 годах эта трансмиссия появилась на Toyota и Lexus. Эта трансмиссия очень ресурсная, обладает большим запасом прочности. Однако, вопреки некоторым разумным соображениям инженеры VAG попросили настроить её на скорострельность. Поэтому она провоцирует на агрессивную езду, что, естественно, сказывается на её сроке службы. А вообще, на неё грех жаловаться, особенно с 2005 года. Кстати, заглянуть внутрь вы можете при помощи нашего подробнейшего обзора на нашем YouTube-канале. Следующие две трансмиссии не шестиступенчатые, а семиступенчатые. Одна из них – жатка с обозначением RE7R01A. Она появилась в 2009 году и тоже предназначена для установки с большими моторами объёмом от 2.5 до 5.6. Благодаря этой трансмиссии владельцы многих больших Nissan, да и почти любой Infiniti, могут не париться. Очень надёжная АКПП. Эта семиступка легко служит 300 тысяч километров. Детских болезней у неё не было. Она создана на базе не менее удачной RE5R05A. Кстати, обзор 05A есть на нашем канале. Интересно, какой ещё семиступенчатый автомат попал в наш список. Конечно, это Mercedes 7G Tronic, она же 722.9. У нас, кстати, есть подробнейший обзор этой трансмиссии. Этот агрегат не совсем без грешка, так как у него имелись проблемы с электронной платой. Но эта проблема давно и недорого решается. А в целом, это очень надёжная трансмиссия. Да, она частенько попадала на ремонт, но из-за того, что устанавливалась не только в паре с бензиновыми, но и с дизельными двигателями. То есть, 7G Tronic распространён гораздо шире, чем упомянутые японские автоматы. Следовательно, он быстрее наматывал 300 тысяч километров и чаще попадал на ремонт. То же самое касается автоматов ZF6HP. В целом, автомату 7G Tronic от Mercedes можно доверять. Все упомянутые в этом обзоре АКПП для продольной установки позволяют менять фильтр АТФ после снятия поддона трансмиссии. Также порекомендуем вам менять АТФ каждые 80 тысяч километров, а также позаботиться об охлаждении трансмиссий. Следите за частотой радиаторов. Ну вот, в принципе-то и всё. Обязательно напишите в комментариях ваше мнение, согласны ли вы с нашим рейтингом. Напишите, какие автоматические трансмиссии вы считаете самыми надёжными. Обязательно нажмите колокольчик, поставьте лайк, подпишитесь на наш канал, потому что помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».